Приветствую, друзья! Джо Байден не будет баллотироваться на второй президентский срок. Вместо себя он предложил выбрать кандидатом от демократов Камалу Харрис. Это, с одной стороны, сенсационная, с другой стороны, ожидаемая новость. На наших глазах Байден прошел все классические стадии принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торг, депрессию и, наконец, принятие. Для действующего президента США, отработавшего только один срок, неучастие в выборах – это очень редкое событие. Но тот факт, что под давлением однопартийцев действующий президент выходит из выборной гонки посредине электоральной кампании – это совсем экстраординарное событие. Первым серьезным звоночком стал отчет спецпрокурора по делу о хранении секретных документов в феврале этого года. В отчете Байден был характеризован как «благонамеренный пожилой человек с плохой памятью». Байден дал пресс-конференцию, в которой раскритиковал такую характеристику, но назвал президента Египта президентом Мексики. И уже тогда стали появляться первые сомнения, что возраст и состояние здоровья позволят Байдену успешно провести кампанию и выиграть выборы у Трампа. Американский президент действительно временами вел себя не очень уверенно, выглядел утомленным и допускал ошибки и оговорки. Джо Байден решительно отрицал какие-либо проблемы и настаивал, что он единственный кандидат от демократов, который может одолеть Трампа. Однако по мере того, как развивалась президентская кампания, сомнений в состоянии Байдена становилось все больше. Кульминацией предвыборной гонки стали дебаты Байдена и Трампа. У действующего президента была достаточно простая задача. Джо Байден должен был донести до избирателя несложную мысль. Вы и так знаете, что я способен управлять государством, и вы видите, что я в достаточно хорошей форме, чтобы делать это еще 4 года. Задача простая, но Байден ее провалил. В ходе дебатов президент увидел потерянным, уставшим, даже зависающим время от времени. Он ошибался, запинался и не производил впечатления человека, способного управлять государством. Дебаты стали поворотной точкой. Общественное мнение и эксперты дружно объявили Трампа победителем. После трансляции количество призывов к Байдену сняться с выборов резко возросло. Причем против второго срока действующего президента стали открыто выступать сенаторы и конгрессмены, а также сочувствующие демократам медиа типа «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон пост». Они вышли с очень скептическими материалами в отношении Байдена и его шансов. Очень знаковым событием стала колонка Джорджа Клуни в «Нью-Йорк Таймс» с призывом к Байдену уйти. А социология показала, что дебаты увеличили поддержку Трампа, причем, что самое важное, Дональд Трамп стал опережать Байдена в колеблющихся штатах. То есть штатов, голосование в которых и решит судьбу президентского кресла. Несмотря на все это, после дебатов Джо Байден отказывался даже обсуждать возможность выхода из гонки. Провал на дебатах он объяснял усталостью, неудачным днем и прочими временными факторами. И хотя голоса, сомневающиеся в его шансах, стали громче и авторитетнее, Байдена поддержал Обама и несколько других знаковых демократов. Ситуацию осложняло то, что заставить Байдена снять свою кандидатуру никто не мог, да и выдвигаться против действующего президента на праймере с демократической партией никто из серьезных политиков не хотел. Ведь бросить вызов стоящему во главе государства однопартийцу означает политическое самоубийство. Таким образом, ситуация застыла в состоянии неустойчивого равновесия. Большинство демократов и экспертов понимали, что Байден не тянет, но заставить его сняться против воли было невозможно. Человек, который в корне изменил ситуацию, стал 20-летний Мэтью Крукс из маленького городка в штате Пенсильвания. 13 июля Мэтью Крукс осуществил покушение на Дональда Трампа во время встреч последнего с избирателями. Покушение произошло буквально в прямом эфире. Вся Америка и весь мир наблюдали, как раненый Трамп отказывался уходить с трибуны и, вскинув руку и вытирая кровь, продолжал обращаться к зрителям. Общим местом стал факт, что это покушение и кадр окровавленного Трампа на фоне американского флага предопределили итог выборов. В глазах избирателя больной и немощный Байден ничего не может противопоставить героическому образу Трампа. И неважно, насколько Байден реально болен и немощен, а Трамп смел или героичен. Для избирателя это выглядит так, а значит и голоса распределяются именно таким образом. После покушения разрыв между Трампом и Байденом вопросом общественного мнения вырос еще больше. А флешмоб республиканцев с забинтованным ухом и выбор почетку молодого вице-президента закрепили преимущество Трампа. Изменилась и риторика Байдена. Он перестал быть абсолютно категоричным и допустил свое снятие с выборов, если это будет совпадать с рекомендацией врачей. Была ли это домашняя заготовка или невероятное совпадение, но сразу после этого Байден объявил, что заразился ковидом и уходит на самоизоляцию. Наверное, со временем мы узнаем, кто и что стал последней каплей, заставившей Байдена принять решение о выходе из гонки. Но за последнюю неделю Байдену обратились два ведущих демократов в Конгрессе США Чак Шумер и Хаким Джеффрис, а также бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Обеспокоенность шансами Байдена выразили и бывший президент Барак Обама. По опросам уже две трети демократов выражали желание, чтобы Байден отозвал свою кандидатуру. Я полагаю, что если смейщиком Байдена станет действительно Камала Охарис, то вероятность победы демократов останется невысокой. Полагаю, это понимают и лидеры партии. Но для них важнее оказалось то, что они стали переживать, что Байден может не только проиграть Трампу, но и потопить демократов на выборах в Конгрессе. В конечном итоге Байден не выдержал и объявил о выходе из президентской гонки. Это суровый, но важный урок того, как работают политические институты и как концентрация власти преображает личность. Даже если это личность президента страны с двухвековой традицией демократии. Джо Байден шел на выборы 2020 года с простой и однозначной программой. Он собирался не допустить переизбрания Трампа и быть президентом одного срока. Дальше планировал сдать дорогу следующему молодому поколению, лидеров демократической партии США. Прошло 4 года. И вместо нового поколения лидеров, мир увидел ровно то же самое противостояние Байден-Трамп. Из самых лучших побуждений и мотивов Джо Байден словно сросся с президентским крестом. Он искренне убежден, что никто кроме него снова не способен остановить Трампа. Он буквально верит, что судьба демократии в Америке зависит от того, переизберут его или нет. Вам ничего не напоминает? Нет Путина, нет России сегодня. Поэтому нас может спасти только консолидация вокруг президента и поддержка его позиции. Я, конечно, не сравниваю Путин и Байден. Но схожесть того, как влияет единоличная власть на разных людей, не может не изумлять. Америка – это реально демократическая страна с вековыми традициями, с меняемостью, с институтами и реальной политической конкуренцией. В США тот, кто вообразил себя незаменимым, сначала проигрывает в политической борьбе, а затем получает пинок от институтов. Но даже в Америке централизация власти играет с президентом дурную шутку. За годы своего президентства Байден должен был вырастить новое поколение политиков из демократической партии, но вместо этого стал тормозом на пути этого поколения, поверив в свою незаменимость. Скорее всего, это будет стоить демократической партии поста президента. Возможно, также большинства в палатах Конгресса. Американская демократия, я уверен, это переживет. Но это важный урок для государств с более слабыми демократическими традициями, такими как в России. Счастливо вам. Что мы будем делать? Завидовать будем. Завидовать американским демократическим институтам, которые все-таки справились со своей задачей. Ну и делать выводы, как нам построить свои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...